Не девица в темнице с косой на улице, а стильная музыкальная студия в подвале в оранжевых тонах и с хорошим оборудованием. Это «Морковь» – новая репетиционная база, которая открылась для рок-банд и семейных квартетов, опытных и начинающих, коллективов и солистов. Сложной весной 2020-го организаторы посеяли зерна, которые дали вкусный и полезный результат. Здесь была какая-то ужасная кухня с какими-то плитами, с какими-то маслами разлитыми. Тут пахло очень мерзопакостно, простите за такое слово. Но мы здесь все убирали, я и моя команда, я им очень благодарен, мои друзья. И мы, сколько получается, почти пять с половиной месяцев мы здесь сами, своими силами. Гитары, микрофоны, перкуссия – не все новое, но в отличном состоянии. Это был выход в кризисное время, на подходе синтезатор. Но лучший инструмент здесь, конечно, барабанная установка, говорит Александр Леер. Участник таких коллективов, как «Мельница» и «Дидюля» – профессиональный перкуссионист и ударник, он сегодня еще и учитель. Очень востребована барабанная установка, учеников много, есть лист ожидания, все хотят заниматься у Саши, и они рвутся сюда. Наконец-то появилось помещение, появилось время, чтобы это делать. И хотелось бы, чтобы приходили теперь группы и понимали, насколько здесь клево звучит. Почасовая оплата, она везде стандартная. И в Москве, где бы мы ни находились, аренда студии, определенно есть тариф. Гордятся здесь и звукоизоляцией, а потому в этой музыкальной студии концерты и шумные встречи будут проходить с 9 утра хоть до полуночи. Первой на прочность инструменты и возможности моркови попробовала Елена Шарварко. Начальник управления соцкоммуникации администрации округа в день открытия посетила музыкальную студию. Новая репетиционная точка дополнит число имеющихся. В молодежном центре ИДК Подмосковья и отчасти восполнит дефицит бас для музыкантов в Красногорске.